Кумыс из глубинки Туркестанской области становится популярным. Жители поселка Диханколь решили развивать оздоровительный туризм. Там начали открываться кумысолечебницы. Подробнее в материале Катерины Попковой. Диханколь сегодня место, которое притягивает к себе ценителей кумыса со всей страны. У многих поселок ассоциируется с качественным целебным напитком. Сейчас каждый четвертый житель поселка занят его производством. Многие считают, что у местных жителей есть свой секрет, как получить такой вкусный напиток. Однако сельчане говорят, что все дело в трудолюбии и особых природных условиях. Вокруг поселка разнообразие горных трав. Местные жители ежедневно на продажу отправляют до трех тонн кумыса. Поселков, где в таких масштабах производят кумыс, в нашей стране не так много. У нас этим занимается 80% населения. Сельчане уже начинали открывать свои центры. Это натуральный продукт, поэтому он так популярен. В поселке сейчас строительный бум кумыса-лечебниц. Свой бизнес на Кобылье-Малаке решил построить и Нурбулата Бильдаев. Диханголь знает весь Казахстан. Люди приезжают сюда из разных уголков. От Рау, Актау, Запада страны. Это началось не во время пандемии, намного раньше. Туристам нравится наш кумыс. Все популярнее, по словам предпринимателя, становится и свежее копылье молоко – соумал. Его на стол подают сразу после дойки. И о целебных свойствах соумала ходят легенды. Лизгульгер Маханбетова уже не первый раз приезжает сюда за национальным напитком. Из-за коронавируса решила, что надо поднимать иммунитет. Тут нам дают парное кобыле молоко. Очищает организм и поднимает настроение. Отдыхаем. В свою очередь, врачи не рекомендуют рассматривать соумал и кумыс как панацею от всех болезней. Употреблять их можно для повышения иммунитета. Но делать это надо правильно. Это не основное лечение кумысом. Оно поддерживает. Оно мощный природный иммуномодулятор. Много содержатся пептиды, аминокислоты, белки. Оно в два раза больше, чем в коровье молоке. Поэтому оно поддерживает организм, но не основное лечение. Спрос на кумыс и соумал стал стимулом к увеличению числа коневодческих хозяйств поселки. Сельчане теперь намерены организовывать для туристов не только кумыса лечение, но и турпоходы. Катерина Попкова, Азамат Саметов, Нурмаханбек Муратов, Туркестанская область, Хабар, 24.